Здравствуйте! Сегодня наше занятие посвящено болям в шейном отделе позвоночника. Меня очень часто спрашивают, можно ли делать гимнастики для шеи, которые показываются в интернете. Имеется ввиду всевозможные повороты шеи, круги вперед-назад и так далее. Я отвечаю так. Для молодых, совершенно молодых людей, разные вращения шеи, видимо, безопасны. Потому что у них суставы позвоночного столба еще целые. Но люди, имеющие остеохондроз, с протрузиями межпозвонковых дисков, грыжами, люди, страдающие от головокружений, от синдрома хронической усталости, вполне могут повредить себе шейный отдел раз и навсегда, вращая головой без понимания мышц шейного отдела позвоночника. Я также не приветствую мануальную терапию, потому что там очень опасно, когда человек в состоянии покоя начинает скручивать позвонки. Но что делать? Люди очень любят заниматься своей шеей, особенно в кресле. Забудьте эти вращения головой, пока вы не подготовили себя физически к различным упражнениям. Итак, делайте вместе с нами. Я вам представлю упражнения из хатха-йоги, которые совершенно безопасны людям с любой комплекцией, с любой физической подготовкой, но, выполняя которые, вы постепенно будете улучшать кровообращение в мышцах шейного отдела позвоночника и восстанавливать кровообращение в сосудах головного мозга. Итак, начинаем. Итак, не надо только слушать, надо слушать и выполнять. Встанем на пол или на коврик, как вам угодно. Упражнение номер один. Треугольник влево, треугольник вправо. Ноги как можно шире. На ноги надеть кроссовки, чтобы ноги не скользили. Это очень опасное упражнение, если скользкий пол. Медленно выполняем наклон влево. Левая рука касается пола или ноги. Правая рука максимально поднята вверх. Ноги прямые, тело прямое, 90 градусов. Параллельно полу. Тело параллельно полу. Рука максимально вверх. Посмотрим, не спеша поворачиваем голову и смотрим на пальцы, поднятые вверх руки. Вы должны увидеть эти пальцы. Зафиксировать взгляд на этих пальцах. И почувствовать горячий поток крови, который идет по мышцам этой стороны шеи. После этого мы разворачиваем туловище. Меняем руки. Также поворачиваем максимально вверх уже другую, левую руку. И опять же посмотрим на пальцы левой руки. Зафиксировали взгляд. Вы почувствовали, как кровь пошла по шее. И вам уже горячо в обоих отделах шеи. Медленно выходим из этого упражнения. Поднимаемся. И то же самое делаем в другой ноге. Опять же наклон в сторону. Смотрим на пальцы поднятой руки. Зафиксировали взгляд. Развернули туловище практически на 90 градусов. Подняли руку. И опять посмотрели на пальцы поднятой руки. Вы почувствовали мышцы шейного отдела. Ни в коем случае никаких рывков. Вы чувствуете, как растягиваются мышцы шейного отдела позвоночника. После этого выходим в исходное положение. На каждое движение уходит от 10 до 15 секунд. Это наши боковые части шейного отдела позвоночника. Но есть еще передний и задний. Для этого делаем второе упражнение. Ляжем на пол. Главное сначала растянуть мышцы шейного отдела позвоночника по его задней поверхности. Лежа на спине мы медленно на выдохе поднимаем голову, растягиваем шею и смотрим на пальцы ног. Прижали подбородок к шее, к еремной вырезке. Прижали, почувствовали растяжение, задержались от 3 до 5 секунд и медленно опустили голову на пол. С первого раза вы это не понимаете. Поэтому делаем второе повторение. И еще разочек. Мышцы уже лучше готовы, уже лучше растянуты. И снова мы растягиваем задний повязок шейного отдела позвоночника. И опустили голову. Ну и для закрепления результата еще одно повторение. Начали. Вы чувствуете, смотрите на свои мышцы шеи как бы в телевизор. Вы чувствуете, как по ним бежит кровь и вам уже горячо стало по задней повязке шеи. Ну а чтобы не прибегать к дорогостоящему воротниковому массажу, я рекомендую купить в магазине что-то подобное таких валиков. Они бывают жесткие очень, бывают помягче, которые не мгнутся. Лена, подложите его под лопатки. Ляжем на лопатки. Да, лучше убрать коврик. На голом полу так коврик будет скользить, мешать. А на голом полу этот массаж делается очень легко. Если у вас майка, то поддержите майку, значит она закрутится в ролик. Легли на лопатки. Это совершенно безопасная позиция. И медленно начинаем скользить сначала вниз. Валик должен зафиксироваться в лордозе шейного отдела позвоночника. Можете даже мелкие движения вперед-назад поделать. И снова вверх. Я рекомендую массировать от шейного отдела до грудного. В грудном отделе вы можете испытывать разного рода трески. Не бойтесь. Это суставы растягиваются, суставы позвоночника. И они при этом могут крепить. То есть скрипеть. Это не страшно. Со временем это пройдет. Сделать это необходимое количество повторений. Но не больше восьми. И вам это будет очень приятно. Это заменяет массаж руками, массаж ногами. И в общем-то совершенно безопасен. Это упражнение можно делать и на голое тело. После душа. Когда тело влажное. Тогда скольжение валика улучшается. Это можно делать и в майке. Чтобы не было воротника, который может заворачиваться. Не обязательно отрывать таз. Просто ногами толкаемся. Ногами толкаемся. Вот. И катаем себя. Ногами катаемся. Катаем шейный. Обычно сюда попадают 5, 6, 7 шейные позвонки. Наиболее слабые. Наиболее ранимые. И верхний отдел позвоночника. Это верхние грудные позвонки. То есть те зоны шейно-грудного отдела, которые устают больше всего у людей. Хорошо. Главное понять, что не надо делать резких движений. Не надо делать в первых занятиях очень много этих упражнений. И завершение упражнений заканчивается принятием холодного душа. С желательным растиранием массажером под душем область шейного отдела позвоночника. Если нет массажера, растирайте влажным полотенцем. Но выйдя из холодного душа, разотритесь с сухим полотенцем. И у вас настолько будет обеспечен мощный прилив крови к шее и голове, что вы забудете про боли в шейном отделе позвоночника. Удачи! Продолжение следует...